Добрый день! Здравствуйте, Гирц! Добрый день! Вы знаете, как ни странно, но вопросов к руководителю водоканала от наших телезрителей оказалось достаточно много. Хотя, насколько мы знаем, предприятие работает стабильно, спокойно, да, и никаких скандалов и шумов вокруг него, как правило, не возникает. И тем не менее, совершенно недавно депутат городской думы в одном из своих интервью заявил о том, что средняя стоимость цены по городу за подключение к центральной системе водопровода и канализации выросла с 600 евро, аж чуть ли не до 2000 евро. Вы подтверждаете эту информацию? Если да, то почему такой скачок? По поводу цифр, которые мы давали товарищу Родионову, была информация по поводу 2014 года и наших, именно Далгопилсуденц, построенных в 68 подключениях, где средняя цена была 614,18. Эту информацию мы официально давали. В 2015 году Далгопилсуденц построил 50 подключений со средней ценой 1 063,48 евроцентов СПВН. Согласно новыми правилами министра кабинетов номер 174, с 1 апреля они вступили в силу. И сейчас владельцы дома обязаны оплачивать всю часть, которая идет от границы ответственности до магистрали. Это все ложится на плечи самого клиента. Из-за этого городская дума идет навстречу и делает программу софинансирования, чтобы покрыть эти затраты. Если мой дом стоит, ну, скажем, в 10 метрах от магистрального водопровода, сколько я заплачу? Примерно вот такая схема, да, вы можете посмотреть. Очень простая схема, если выводы сделаны, да, то подключение может стоить порядком 1000-1200. Вся смета может стоить. Если все это сделано уже заблагоревременно. Сделано что? Сделаны выводы от магистральной части, построены водомерный колодец и колодец для канализации. Это как бы целая сумма, да? Да, это целая сумма. Но человек получает софинансирование городской думы, и по итогу сколько он платит? Есть три вида софинансирования. Это 50%. Когда у человека нету не проекта, ничего нету. Он просто собственник, он приходит к нам, мы организуем для него все. Тогда он получает 50%. Если у человека есть проект, это тогда 55%. Малоимущие семьи, семьи, которые инвалиды и многодетные семьи получают 100% софинансирование. То есть бесплатно им делается, да? Да. Если есть необходимость производить работы специальные, как делать проколы, делать окажушку для труб в футлярах, да, то тогда это еще дополнительно человек может получить софинансирование до 3,5 тысяч. Насколько все-таки наши жители активно подключаются к системе центрального водопровода и канализации? Насколько это сегодня актуально? Было очень актуально в начале года, поскольку тогда всего заявлений до середины года было получено около 250. Сейчас это цифра 268. В данный момент у нас заключено 42 договора, которые уже по водоснабжению, по полностью всего. 31 в строительстве, у нас конкурс вторая часть проходит на подключение, 27 проектируется. Это в работе. На ваш взгляд, сколько понадобится времени, чтобы все-таки частный сектор подключить к центральному водопоснабжению и канализации? Ну, есть сейчас участки, скажем так, белые, да, куда мы, у нас даже нету магистральных сетей. А почему? Ведь европейские проекты были, реализовывались, магистрали вроде бы как строили. Строили и построили. Всего в общей сложности, начиная с 1995 года до конца прошлого года, было в европроектах обработано 75 миллионов евро. Ну, раз мы плавно перешли к европейским проектам, на перспективу, что нас ожидает? В данный момент мы уже работаем, есть проект по загрязнению Балтийского моря и бассейна, программа называется ИВАМА, мы участвуем в ней в данный момент и ждем ответ от ВАРАМ. О какой сумме может идти речь? Общая стоимость была неполная 5 миллионов евро. За эти 5 миллионов евро что планируется построить? Полностью все сети в Юдовке. Также 2 дюкера под Далговой, напротив Черепова, чтобы закольцевать и водную, и канализационную систему. Говоря о воде, наши телезрители спрашивают, где сегодня можно сделать полный анализ питьевой воды и сколько это стоит? Его сделать можно у нас. Если мы по ценам говорим, которые мы делаем, которые включают 18 позиций, в том числе и на жесткость в воду, на железо, на манган и все, стоит 122 евро 38 евро центов с ПВН. Вас вот такие вопросы не настораживают? Если спрашивают люди, значит что-то... Могу заверить, что наши сети вблизи этих жилых домов, они всегда чистые. Мы ведем постоянный мониторинг. Также и Биор нас проверяет. Они приезжают, делают независимые проверки, чтобы все это соответствовало. Валст, Веселебденст, так же само, они проверяют в школах. В наших сетях мы постоянно делаем эту проверку, промываем наши сети, потому что у бактерий есть одна плохая такая... Качество. Качество, да. Оно плывет против течения. И если люди спрашивают во время подключения, а зачем мне нужно сейчас там дезинфицировать там все это, зачем это мне нужно, то это все связано с безопасностью остальных жителей города. Человек интересуется. В Дагубелсе был открыт филиал Латвийского национального центра метрологии, который проводил верификацию и калибровку различных приборов, в том числе и счетчиков учета воды. В то время только они имели право этим заниматься, а также выдавать соответствующий сертификат. Вопрос, продолжает ли Дагубелс Уденс сотрудничать с этим учреждением? И имеет ли право Дагубелс Уденс самостоятельно проводить филификацию, калибровку счетчика воды, ну и выдавать сертификат без участия этого центра? Нет. Конечно, это мы не можем делать. У нас есть система, где у нас есть специально сделанные станки. Мы их ремонтируем, мы их настраиваем, мы их проверяем. Но только вот метрологи из центра, это вот в этом размере, они приходят, это все проверяют, как это делается, правильно или неправильно. И тогда, когда они приходят к нам, делают эту проверку, тогда мы получаем голографические эти наклейки, потому что мы не сертифицированы именно сами делать, как предприятие это. То есть сертификаты вы не подаете? Нет. Еще один вопрос. Как можно поступить к вам на работу и какие вакансии на сегодняшний день у вас свободны? На сегодняшний день у нас вакансий нет, но к нам на работу можно поступить, прислав свое CV и письмо мотивации на наш электронный адрес. Контакты от daugopils.udens.lv. За этот год я уже принял людей на работу. Так что все возможно. Пишите заявление на email предприятия daugopils.udens. Спасибо вам, Гирс, большое за беседу, за время, которое нашли, чтобы прийти в нашу студию. Ну что ж, на сегодня все. До свидания и до новых встреч на телеканале daugopils.com в рубрике «Гость в студии».